У селекции и семеноводства Российской Федерации и Республики Беларусь Общее советское прошлое До начала 90-х отрасль развивалась в соответствии с задачами, которые ставились Министерством сельского хозяйства СССР До распада Союза в Беларуси была создана мощная материально-техническая база А подготовка квалифицированных кадров обеспечивала быстрый прогресс и получение высокоурожайных сортов, конкурентно способных с лучшими достижениями мировой селекции Все верили, что так и будет продолжаться долгие годы В СССР в основном был механизм планового доведения показателей, ну и естественно контроль за их выполнением Распределение не только семян, но и всей продукции в регионы, где есть большая потребность В 1970-е годы мы все исследования проводили в жесткой специализации внутрисоюзной И столкнулись с таким явлением при распаде Союза, что у нас не оказалось своих сортов по большинству культур Например, пшеницей мы не занимались Для этого была Украина, Россия и Казахстан Мы занимались селекцией ищменя, ржи, гречихи, то есть тех традиционных культур, которые занимали большие площади в Республике Беларусь А всю пшеницу, которая нужна была стране, поставляли изнутри союзных фондов в другие республики тогда были Соответственно, и потребностей в собственной селекции по большинству культур не было Нужно отметить, что по тем культурам, которые входили в специализацию Республики Белорусской селекции удалось занять достойные позиции не только на внутреннем, но и на всесоюзном рынке В первую очередь это так называемые серые хлеба Рожь, овес, яровой ячмень Развитое животноводство Республики требовало совершенствования кормовой базы Совместно со странами Прибалтики Беларусь входила в западный селекционный центр И занималась такими кормовыми травами, как клевер, ежа, кострец, овсяница, тимофеевка Как союз распался, перед нами встала дилемма Или же мы и дальше будем сидеть на иголке чужих сортов А чужие сорта, как правило, даже по тем культурам, которым мы занимались, они не были советскими Это были сорта из Чехии, из ГДР, Франции, Швеции Даже в то время советское они превалировали по большинству культур Европейцы в целом и наука, и, наверное, политики, маркетологи Они быстро сориентировались, так как у них такого периода не было обвального И начали заполнять все ниши на то время дешевой, доступной продукцией семенной Это поставка семян сахарной свеклы, люцерной и, естественно, кукурузы и многолетних трав в том числе Значит, нам нужно было сделать вывод Или же мы полностью отдаемся на откуп рынку, и они заходят сюда Или же мы должны придерживаться своей селекции, чтобы сохранить независимость в этом вопросе Как показало время, власти Республики Беларусь сумели найти решения для стабильного развития отрасли В стране сумели сохранить доставшееся в наследство советскую научную базу и производственные мощности И сфокусироваться на самообеспечении качественными семенами, укрепить сотрудничество с иностранными партнерами На данный момент мы можем по праву говорить, что сегодня в Республике нету, не существуют проблемы Порядка семян производства, их производится в достаточном количестве Что позволяет нам выполнять ту продовольственную безопасность, которая стоит сегодня перед нами Какую структуру взаимодействия внутри отрасли удалось создать в Республике Беларусь, чтобы не разрушить советские наработки? Не потерять все в 90-е и обеспечить продовольственную безопасность по семенам на сегодняшний день на 70%? В целом селекции, то есть производством, создания новых сортов, существующих растений у нас занимается наука, научное учреждение Это верно, потому что селекционер это же человек с неким иным мышлением Человек, который находится в более углубленном поиске, нежели наши простые аграрии И уже на генном уровне, наверное, заложено, что он способен что-то нам новое привлечь Ставка на это и делается, наша наука создает новые сорта, новые гибриды С 1970 года по 1989 год было создано 36 сортов, внесено в реестр То за следующее десятилетие у нас было создано более 150 сортов И уже по более широкому спектру культур У нас началась собственная селекция кукурузы, собственная селекция азимой яровой пшеницы Горох, люпин, рапс, азимой яровой Расширилась селекция тепловлюбивых культур, таких как проса Появилась селекция сорговых культур Пускай эти культуры занимают малые площади Но мы имеем по каждому из этих культур теперь набор сортов Которые обеспечивают любые потребности наших сельхозпроизводителей И вот этот процесс, он шел практически непрерывно до 2015-2016 года Почти десятилетия назад началась полномасштабная испансия гибридов F1 На рынок как России, так и Беларуси Поля начали массово засевать иностранными семенами Причем не по всем культурам Они выбрали только высокомаржинальные культуры, на которых можно хорошо заработать Кукуруза, соя, сахарная свекла, рапс, азимы То есть где можно больше заработать, туда они пошли с гибридами Если можно так сказать, может не столько литературным языком балдели от такой урожайности Ведь его цена высока Отдача каждого гектара денежная при таком урожайности Даже если мы и заплатили условно за одну поселную единицу по 120 евро Но при этой урожайности это все окупается И резко, благодаря тому, что они имеют большие финансовые возможности Маркетинг отработанный Большое количество кадров занимается внедрением этих сортов Резко поселные площади под иностранными сортами начали расти Но современные сорта наши, отечественные, по большинству абсолютному культур Не уступают многим гибридам F1 F1 гибрид, он выгоден больше селекционной фирме Ведь это гарантированный сбыт семян каждый год Потребитель каждый год вынужден покупать еще новые и новые партии семян Он сам не занимается семеноводством Немецкая компания, польская, чешская, мы со всеми сотрудничаем Французская компания, да Она, когда привозит сорт, она выдает полностью технологии От подготовки к почве, к посеву, да От лабораторного исследования, сколько, значит, должно быть там Микро-макроэлементов и внесение удобрений, фазы внесения и так далее и тому подобное Это не отнять у западных фирм, да Так это вот, это все рекомендации, которые они дают Мировая отрасль производства гибридных семян в 2020 году оценивалась в 59,5 миллиардов долларов И, как ожидается, к 2031 году вырастет до более чем 166 миллиардов Чему же отдают предпочтение аграрии Республики Беларусь? Сортам или гибридам? Ну, если говорить о структуре рынка семеноводства Беларуси И какая доля занимает импортные семена Какую долю занимают белорусские То по каждой культуре это очень разная ситуация Если, допустим, яровые, зерновые, овес, пшеница взять, ячмень Наверное, процентов 95 белорусская селекция То, если взять культуры азиморапс, 53% уже занимают импортные гибриды Тоже самая структура в азимой пшенице В кукурузе где-то пока еще 50 на 50 преобладает белорусская селекция и импортные гибриды Мы тоже начали разворачивать собственную селекцию гибридную Внимаемся сейчас в гибридной селекции кукурузы Рапса азимового и ярового Сахарные свеклы Значит, пробуем заниматься гибридными популяциями и сортами пшеницы Я считаю, гибриды полностью должны только быть гибриды Это кукуруза, рапс, подсолнечник Почему именно они? Потому что вот здесь семеноводство наладит, допустим, рапса сортов И кукурузы практически нереально Это очень такая нишевая продукция Вот их доверить, чтобы хозяйство сам себе там прочистили Калибровал тоже кукурузу, аккуратно протравил практически нереально Должен быть отдельный кукурузокалибровочный завод Как это везде в Европе, там КВС, Сингент, Лимогрейн Там это отдельное производство Там нет такого, чтобы на одном заводе можно было и кукурузу, и зерновые Это нереально, там совсем и другие виды машин На текущий момент, что касается семеноводства гибридов кукурузы Проделана уже громадная работа в республике На нашу осевную площадь, немногим больше миллиона гектар У нас имеется два своих кукурузокалибровочных завода И кроме того, что они сами занимаются производством семян и гибридов Сырьевые зоны, у них еще входят родовые хозяйства Которые на определенных условиях, под требования к семенному материалу Выращивают для них початки кукурузы на семенные цели Ты достиг у себя урожайности зерна наравне с западными? Да, мы достигли урожая зерна наравне с западными Мы сегодня конкурируем больше, чем с 30 иностранными фирмами по селекции кукурузы Ни по одной культуре такой конкуренции нету Я думаю, что мы будем держать этот уровень На текущий момент мы обеспечиваем себя практически до 80% от потребностей семян кукурузы Негативная такая особенность, что в наших климатических условиях Практически закруглено семеноводство гибридов поздних сроков уборки То есть мы не можем страну обеспечить Это порядка 30% от научной обоснованной потребности в поздних гибридах Вот этими семенами Наша наука ведет активное сотрудничество с российскими коллегами По созданию как гибридов кукурузы совместных более поздних сроков уборки Так и в семеноводстве Климат накладывает ограничения на селекционную работу и над другими культурами Например, размножение гибридов сахарной свеклы Невозможно вести в почвенно-климатических условиях страны Поэтому Республика Беларусь вступает в кооперацию с компаниями Которые имеют возможность выращивать коммерческие партии гибридов сахарной свеклы В оптимальных условиях для свекловодства В частности, активно развивается сотрудничество с российскими институтами Союз 7 свекла Первомайской селекционно-опытной станции И в НИИ имени Мазлумова Ну, откровенно сказать, основным ценителем качества семян Которые производит научно-практический центр Академии наук Является, конечно, хозяйство Есть, предлагают питомники размножения, ну, не очень опробованные Когда мы их высеваем на своих полях в большом количестве И вдруг понимается, что этот сорт показывает этажность своего рода Но я такие сорт сеять в себя не буду под реализацию Потому что, ну, я дорожу имидж своего предприятия имени Мы выбираем закрытыми глазами Мы сразу высеваем И даже чтобы человек, который не разбирается в сортах Не ставит таблички Он посмотрел, вот этот сорт лучше, мы берем И потом уже смотрим, это белорусская селекция Либо российская, либо импортная Нам важно качество, стабильность, зимостойкость в наших условиях Стойчивость полигония Поэтому таким вот, скажем так, эволюционным методом Мы выбрали себе в портфель зимопшеницы Два белорусских сорта везем, там три импортных По яровым культурам мы выбрали только белорусские Потому что, действительно, они сделаны на качество Они не уступают абсолютно европейским В прошлом году озимый ячмень На площади нас 500 гектар Мы получили 97 сантиметров урожайности Ячмень, озимый Ведь мы ячмени, понимаем, мировые Но это если 60-65, ну это уже 6 в доме, да Уже мнение производственника, что да, действительно Белорусские сорта ячменя, белорусские сорта третикали Они дешевле европейских И довольно стабильно И в условиях нынешнего года, когда было избыточное увлажнение Они выстояли, даже перенесли вот это длительное подтопление На территории нашей полесской низменности Как и в России, новорожденные сорта и гибриды Сразу не попадают в промышленное производство и на поля к аграриям Сначала они должны пройти сортоиспытания За которые в Республике Беларусь отвечает Государственная инспекция по испытанию и охране сортов растений Оценка хозяйственных и продуктивных свойств проводится на 11 сортоиспытательных станциях И 8 государственных сортоиспытательных участках Несколько лет подряд семена новых сортов высеваются рядом с существующими сортами И проводится их сравнение Ежегодно испытывается около 1000 сортов различных сельскохозяйственных растений Отечественной и зарубежной селекции Оценку делают специалисты-агрономы Качество семенного материала – это вес 1000 зерен Лаборатория, которая есть у нас областные, республиканские Проверяет семена на всхожесть И есть лаборатория, которая проверяет потом, когда мы подготовим семена На полноту протравливания Почему? Потому что есть постановление правительства Значит, что мы, когда реализуем элитные семена для наших хозяйств Мы именно элиту обязаны ее довести до самой нужной кондиции Это одно самое главное, наверное, условие Чтобы увеличивать объемы производства продукции растеневоческой На тех же площадях, которые, как мы с вами понимаем, не прерастут Если есть определенная площадь земли, она есть Ее добавить не получится Поэтому нужно прерастать за счет повышения продуктивности Что отличает структуру белорусского семеноводства от российского Так это сохранившееся с советских времен единый распределительный центр На республиканском уровне организация, которая курирует все вопросы семеноводства Размножение семян – это Республиканское объединение «Белсемена» В наше объединение входит 47 элитпроизводящих организаций Это крупнейшие товаропроизводители, которые занимаются выращиванием семенного высококачественного материала Разумеется, координатором всей системы селекции семеноводства в стране Является Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Беларусь Министерство сельского хозяйства является заказчиком сегодня Не просто так, что хочет сегодня создает академию Министерство сельского хозяйства сегодня видит, в чем нуждается страна Какие необходимо культуры сегодня подтянуть, какие гибриды необходимо ускорить размножение Вот с этой стороны выступает заказчик Министерства сельского хозяйства Одна из задач, которую решает Минсельхозпрод, это поддержка размножения элиты Конечно, стоимость элитных семян выше, чем, допустим, фуража Государство же заинтересовано в том, чтобы площади под элитой росли Соответственно, нужно каким-то образом мотивировать агрария к приобретению более дорогого посевного материала Вот как работает система Производители элитных семян ведут учет и передают в Белсемена списки предприятий, которые реализуют свою продукцию Белсемена делает сводные расчеты по всем областям республики И по согласованию с Министерством финансов и Министерством сельского хозяйства Государство датирует хозяйства, которые приобретают именно элиту Существует компенсационный механизм удешевления элитных семян Но, опять же, организация должна быть в реестре То есть она должна подтвердить свою способность выращивать достойные семена И иметь материально-техническую базу Тогда данная организация также имеет право через себя получить удешевление Высокий уровень самообеспеченности Беларуси семенами достигается не только за счет развитой селекции Но и благодаря развитой сети семеноводческих предприятий В республике действует жесткая система аккредитации семеноводческих организаций Основные критерии для получения такого статуса Это наличие необходимого штата агрономов и семеноводов Выстроенная и прослеживаемая система учета исходного семенного материала высоких репродукций И, конечно, наличие всего оборудования, необходимого для подготовки семян Семеноводство – это сложное дело И для того, чтобы заниматься в расширенном ассортименте семенами Надо, чтобы было соответственно и оборудование, и сушилки, и чтобы линии очистки, подготовки семян И вот мы, допустим, занимаемся азимой и пшеницей – у нас отдельная линия Чтобы ни в коем случае не прошло смешивание тратикалей – отдельная линия Основной объем семенных линий и заводов в Республике Беларусь был построен в рамках реализации двух государственных программ Более 60 из них построено компанией «Полымя» В 2019 году, когда мы только-только взяли первые 3000 гитаров земли Мы сразу уже тогда запланировали завод И очень приятно, когда прошло пять лет И то, что мы там запланировали условно на листке бумаги, блокнота Это все воплотилось в явь Даже, скажу так, мы меньший завод хотели построить, около 5000 тонн Но посчитали, что мы все-таки вырастем В итоге мы построили завод на 10 тысяч тонн Даже неправильно сказать, сразу спроектировали этот завод Благо мы выбрали фирму «Полымя» белорусскую Они построили именно под нас этот проект С нашей спецификой, с нашими объемами Под каждую культуру, чтобы можно было и травы пропустить, и масличные, и зерновые Очень долго рисовали этот проект, очень долго спорили Но в итоге, буквально в 2022 году, в августе, на месте территории Здесь был бывший льнозавод и рядом болото Выбрали место и буквально с августа 2022 года до 2023 года Считай, за год мы построили этот мощный проект Но я бы выделил нашу задачу, как производителя Это, конечно, обеспечить высокое качество продукции Потому что подготовка хорошего зерна, здорового зерна Подготовка сильных семян, она невозможна на старых машинах, допотопных То есть требуются какие-то инновации Шагать в ногу со временем, внедрять новые технологии в машиностроение Качество зерна и семян может быть обеспечено только качественным оборудованием Потенциал в хорошем семенном заводе семенной линии В самих подготовленных качественных семенах, он просто безмерный Есть мнение, что в сложившейся структуре семеноводства в Республике Беларусь Нет места частному бизнесу Но на самом деле, как государственные, так и частные предприятия Могут подать заявку в Минсельхозпрод и получить возможность заниматься семеноводством Кто хочет заниматься, подает заявку в комитет по сельскому хозяйству И любой человек, и частное хозяйство, которое занимается выращиванием тех или других зерновых культур Особенно я знаю, частное хозяйство много занимается пивоварным ячменем Они дают заявку на белосемена Белосемена включает их, значит, свое распределение И через Минсельхозпрод, или же через комитет по сельскому хозяйству Который в каждой области есть Там агрономическая служба делает разнорадку И любой может получить, и частники, и так далее, и там подобное Есть такая тенденция, я отмечаю, что вот частный капитал Он посмотрел, что сейчас находится порядок в области семеноводства И люди пошли туда Начали строить новые зерносушильные очистительные комплексы Буквально вот пару лет назад Огромная терра-носто, терра-грация Которая сегодня работает плотную с белосеменами И вышла на рынок, и завоевывает Есть частные фермерские хозяйства Та же Диана, тот же Константин Сегодня нельзя сказать, что это отдано государству Оказывается, поддержка Также в рамках программы «Градного бизнеса» По строительству семечистительных линий с заводом В рамках общей поддержки инвестиционных проектов Получает хозяйственник поддержку на удешевление проекта После его ввода в строительство И после выхода на проектную мощность Практически до 25% от стоимости заемных средств Если вернуться к сравнению отрасли селекции семеноводства Российской Федерации и Республики Беларусь То нельзя не обратить внимание на общий для обеих стран вызов Это дефицит молодых специалистов высокого уровня В следующей серии мы поговорим о системе науки и образования О ее прошлом, настоящем и будущем Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова